Я здесь вот вижу, да. А какая мотивация у Светы быть на автономии? Спасибо. Ну, видимо, у нас же все-таки подключаются новые люди. От Леночки вопрос. Вот. Какая мотивация, Света, у тебя быть на автономии? Выхода нет. Я изначально мотивации, конечно же, не было. То есть я была далека от этого. Я постоянно работала. Работа мне очень нравилась. Я работала в недвижимости. Но у меня с детства был такой недуг, как ад, астма. И я была более 30 лет на гормональной терапии. И в один прекрасный день мне, я когда вызывала скорую, я уже сама себе научилась, естественно, ставить внутривенные лекарства, внутривенные гормоны в том числе. И вызывала как-то скорую. Мне уже сказали, уже скорая меня знала. Они сказали, ну, как бы мы к тебе не поедем, потому что фиксировать смерть – это, ну, это минус для нас. То есть у них это все подотчетно. Она говорит, давай, говорит, чуть попозже, потому что больше гормонов, чем ты себе поставила, мы тебе поставить не можем. Сердце не справится. А меньше у тебя как бы не помогает. И когда вот это случилось в первый раз, тогда, конечно, я задумалась. То есть моя мотивация была от избавления от астмы. Для меня это было важно, потому что у меня уже стоял вопрос между жизнью и смертью. И в процессе, когда я начала, у меня несколько было заходов на два месяца, на три месяца, на четыре месяца, на два с половиной месяца. И всегда меня в какой-то период времени, меня все время выбрасывала моя непроработанная психика. Это очень важно. Но я четко понимала, что физическое состояние, как только я начинала кушать, у меня из-за гормональной терапии, у меня уже диафрагма, мышечная диафрагма уже настолько не работала, что при любом питании у меня уже начиналась одышка. То есть у меня не работала диафрагма, и мне было тяжело дышать. Что бы я не поела, как бы я не поела, сколько бы я не поела. И я все больше и больше приходила к тому, что, видимо, еда – это уже не мой вариант чисто с физической точки зрения. И тем более, если я понимала, что я могла уже не кушать четыре месяца, три-четыре месяца без еды и без воды быть, то я понимала, что я могу и дальше идти. И вот постепенно я все-таки сознанием пришла к тому, что я больше не хочу кушать, я больше не хочу задыхаться, я больше не хочу себя чувствовать неполноценным человеком, когда все вокруг нас настолько цветет, настолько готово для нас, что захотелось мне наслаждаться этой жизнью. И поэтому я приняла такое решение убрать из своей жизни еду и жидкость, и постепенно сон.